Добрый вечер, Гомель! Слав Корса. А это значит, что будет много прекрасной душевной музыки и интересная беседа. Слава, добрый вечер. Ученики, это Оля Боброва. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вот, и это Тима Новик. Добрый вечер. Вот, ребята занимаются у меня не так давно, но, в общем, вот, они просто очень любят это дело. Вот есть ученики, которых отправили родители, сказали, иди играй, они идут играют. А есть те, которые вот просто хотят и могут. Тимофей. Могут и хотят. Как у тебя в руках оказалась гитара? Ну, получается... Родители или все же зов сердца? Ну, что-то около двух лет тому назад, благодаря родителям, все-таки из моего желания, меня вот познакомили с Вячеславом Евгеньевичем, мы после этого начали заниматься. Ну, я очень доволен тем, чего мы достигли. Ну, я скажу, вот это тот случай, когда с нуля человек приходит и добивается того, что у меня, вот, ну, вот если нас увидит, например, мой учитель Александр Цыганов, он скажет, ну, ты молодец, научил хлопца, передал опыт, как бы. Ну, насколько передал опыт, у нас еще целый час времени, чтобы услышать и исполнение, композицию в исполнении Тимофея. Ольга, у меня к вам вопрос, ну, все-таки хоть и 21 век, и технологии не стоят на месте, но все-таки девушку с гитарой не так часто можно встретить, увидеть. Вот в вашем случае, как появилась гитара в руках? Появилась из-за того, что мой отец тоже играет на гитаре, и я все детство наблюдала за тем, как он играет песни, мы с мамой подпеваем, и я всегда хотела быть как он и тоже уметь играть. Вот, и поэтому решила научиться. Нам сегодня, я надеюсь, этим вечером тоже сыграете. Да. Отлично, договорились. Друзья, я напомню, что мы работаем, как всегда, в прямом эфире, а это значит, что вы можете позвонить прямо к нам в студию, присоединяться к нашей беседе, задать, возможно, возникнут какие-то вопросы кому-то из наших сегодняшних гостей, ну, или просто поделиться своим хорошим настроением. И не забывайте, что также к приему ваших комментариев, сообщений «Готов наш вайбер», всю контактную информацию найдете здесь, внизу, на ваших экранах. Ну, а нам хотелось бы начать разговор, в частности, мне хотелось бы начать с одного большого информационного повода, а именно. 9 июня в Музыкальном мире состоится, ну, по-моему, грандиозное событие. Первый межрегиональный фестиваль современного музыкально-поэтического искусства. Слава, расскажи подробнее, что же это за такой проект? Бывают проекты, которые возникают совершенно спонтанно. Позвонила мне арт-директор санатория «Машиностроитель» Ирина Метельская, замечательный музыкант, автор песен тоже, и говорит, «Слава, вот есть возможность у нас в санатории, на базе санатория провести вот такой концерт-фестиваль авторской песни». А я так подумал, ну, если есть хорошее место, хорошие люди, то почему бы не раздуть это как бы до более чего-то глобального? И начали идеи на идеи наслаиваться, наслаиваться, наслаиваться. Возникла идея, была закинута она в интернет, сразу, мгновенно откликнулись очень многие люди из разных городов, что, мол, хотим приехать, несмотря на то, что мы... Того не зная, составили конкуренцию еще одному фестивалю, который в Кобрине проходит в это время. Вот, но там проходит Барновский фестиваль все-таки, а мы формат расширили, потому что у нас есть... Но у вас там заявлено как музыкально-политическое... Да, и акустический рок, и шансон, авторская песня, да, здесь очень много всего, да. Здесь вся современная, скажем так, которую мы можем собрать, музыкально-политическая культура, которая основана, в общем-то, на слове, в первую очередь, да, то есть это будут песни, в которых есть слово, в которых не просто там текст галка-палка, да, чтобы это было вот... Поэтому мы собираем людей очень интересных, и вот приезжают люди из Витебска, из Минска, из России. Вот хотел спросить, все-таки первый, обычно, когда вот организуется какой-то проект впервые, ну, есть те, кто, ну, достаточно осторожно на него смотрят? Ну, знаю, может, мне доверяют, потому что я провел в Гомеле четыре фестиваля и провожу там еще один, о котором поговорим позже. Вот поэтому... Но уже состав известен, до 9 июня осталось не так много времени. Да, практически известен, но я могу точно сказать, что будет... Вячеслав Хорса? Да, будет... Сегодня мне позвонил Александр Цыганок, мой учитель, и я собирался ему звонить сегодня по этому вопросу, он мне сам позвонил, немножко опередил, сказал, что ему это очень интересно, он хочет поучаствовать. Дело в том, что многие знают его как Блюзмана замечательного, англоязычного, но мало кто знает, что он замечательный, совершенно потрясающий русскоязычный автор. Он пишет на стихи, прекрасные песни на стихи русских поэтов. Вот. «Ветер июля» группа из Витебска. Вот. И точно... Ну, и там еще будут люди, я просто весь список называть не буду, но хедлайнер, как бы, да, у нас такой очень интересный автор-исполнитель, композитор, который пишет и симфоническую музыку, обладает уникальным голосом, уникальным совершенно музыкальным языком своим, это киевлянин Александр Ворох, дипломант Грушинского фестиваля. И, в общем, такой очень яркий, харизматичный автор. Вот. Один из немногих авторов, который, как исполнитель, поет мои песни. Да ладно. Иногда. Мои песни вообще мало кто поет. Хорошо, скажи, а будет ли, скажем так, творческое место для молодых, юных дарований, ну, например, для твоих учеников? Мои ребята тоже будут участвовать. Ну, с Тимом же точно договорились, с Олей еще поговорили. Конечно. Вот. Естественно, экзамены куда важнее, чем фестиваль. Не, ну, конечно. Вот. Но Тима будет, у Тима уже репертуар достаточно большой, я ему даю концертный блок, он там будет играть. Тиматей, насколько это волнительно, ответственно или все-таки спокойствие творчества в душе? Ну, и все-таки Свячеслав Евгеньевич меня уже приглашал на некоторые концерты, им организованы, и я, в принципе, готов, мне нравится всегда в этом участвовать. Ну, послушай других, конечно же. Скажи, а вот на подобных мероприятиях, вот даже вот как музыкальный поэтический фестиваль, современный музыкальный поэтический фестиваль, там все-таки это больше дружеская встреча или все-таки конкуренция какая-то существует? Нет, 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 это дружеская встреча. Мы, может быть, когда-нибудь мы захотим сделать из этого конкурс, но нет, пока это просто люди, которые приезжают, есть сцена, есть время, есть хорошая аппаратура, есть люди, которые будут слушать. Просто будет такой большой марафон музыкальный поэтический с 14 часов фактически до 21, а потом, может, еще автопати будет какой-нибудь. Ну, куда же без него. А смотри, а сам-то ты к кому себя больше относишь, к музыкантам или к поэтам? Нет, я не поэт точно. Я пишу стихи, но нет, я не поэт. Я никогда себя не назвал. Вообще поэт – это такое слово, которым могут тебя назвать кто-то. Вот я не считаю, что поэт не должен себя назвать поэтом. Поэт – это такое высокое звание, которое… Если тебя назвали поэтом, туда ты поэт. Просто вот фестиваль современный, музыкально-поэтический фестиваль, вот ты организатор этого всего действа, и я знаю, что ты пишешь и стихи, пишешь и музыку, делаешь и аранжировки. Ну вот к кому же больше относишь себя? Я музыкант. Я музыкант, в первую очередь. Музыкант, понимаете, широкая. Вот, она широкая. Она включает в себя всякие виды деятельности, в том числе и педагогические, поэтому… Поэт – нет, я не поэт. Я пишу стихи, но я не скажу, что… А для кого пишешь? И о чем? Раньше писал, когда влюблялся. Сейчас я влюблен только в одну женщину, в свою жену. Нет, ну когда влюбляются, по-моему, все пишут стихи. Знаешь, вот даже в этой студии ты, слава богу, гость у нас частый, и уже было сказано, проговорено очень много тем. На разные темы разговаривали, обсуждали, спорили. Но никогда я не задавал тебе в этой студии вопрос, а с чего же все начиналось? Вот в музыкальном мире, в гомельском, белорусском, я тебя знаю, и у меня такое ощущение складывается, что ты был здесь вот у нас всегда. Всегда с гитарой в руках, всегда на концертной площадке. Но когда-то же с чего-то тоже все начиналось. Вот как у ребят сейчас. У меня началось все с моего друга детства. Он у меня был на 7 лет старше, он учился в музыкальной школе по классу баяна. Это был мой сосед, он был замечательный, он и сейчас замечательный музыкант, он живет в Израиле, мы с ним поддерживаем связь. И это человек, который бросал мне почти в ящичек нотки всяких песенок, которые я разбирал на маленьком баянчике, который мне купили, значит, там в 3 года еще. Вот, и я к нему приходил домой, он мне ставил разные песенки, разную музыку на проигрывателях. То есть первый музыкальный инструмент был вовсе не гитара? Таким, что... Маленький баянчик. Маленький баянчик, мне было 3 года, да. Причем он был настоящий, он был хоть маленький, но там настоящая аппликатура была, все как положено. Я до сих пор гамму на баяне могу сыграть. То есть родители уже с 3 лет знали, что... Вот, потом, когда мне сполнилось 7 лет, я пошел в 28-ю школу с музыкальным уклоном, вот, и бабушка купила мне пианино. Тогда это был, конечно, шикарный подарок, потому что он стоил 675 рублей, советскими рублями, это были огромные деньги. Вот, мне бабушка купила пианино, и, пожалуй, бабушка, тот человек, который фактически из всех родней единственный раз инвестировал в мою... Скажи, а на пианино ты долго прозанимался? В музыкальной школе 3 класса я проучился, потом был 4 класс. Я пришел в другую школу, там был кружок, как бы такой фортепиано, я продолжал ходить в кружок, а потом как-то забросил. Ну, я не знаю, почему меня не заставили, но, наверное, в таком возрасте надо было заставлять. Ну, как-то, может быть, мои родители не относились к этому серьезно, вот. Дедушка подкалывал, о, музыкант наш, музыкант там иногда. И бабушка единственный человек, который верил в меня. Вот, поэтому вот так случилось. Не закончил я. А потом уже, вот мой друг, который вот, он поступил с Соколовского и на педпрактику, он был габоистом уже, пошел на габой. Вот, у него такая специализация была. И он позвал меня в свой класс габоя, и я еще полтора года проиграл на габое, на таком деревянном духовом инструменте. Вот, потом... То есть, по большому счету, тебя можно смело назвать человек-оркестр. Вот, если сейчас тебя усадить за клавиши фортепиано... Ну, конечно, сыграешь. Легко. Не напрягаясь. Ну, человек... Я все-таки потом заканчивал уже еще из Соколовского. Вот, эстрадное деление там по-любому фортепиано. Было общее фортепиано. Естественно, что, конечно, что-то знаю. Я даже кого-то... Кого-то я учил на фортепиано. Тебе что-то там показывал. Там что-то, да? Я вот уже хочу перейти к следующему музыкальному номеру. И ты знаешь, не только, наверное, я хочу услышать, но и все наши зрители, как же играют твои ученики. Но перед этим, перед этим, я знаю, что ты подготовил небольшой сюрприз для наших зрителей. Это одна из твоих книг. Я попрошу нашего режиссера показать обложку этой книги. А ты пока немножко расскажи про нее. Что за книга? Дело в том, что я написал в 2011 году. Ну, это вообще моя вторая книга, просто... Эта книга написана, в общем-то, для бардов и для людей, которые аккомпанируют на гитаре. Вот. Как украшать свои произведения. Как делать свои простые трехаккордовые песенки богатыми, насыщенными и интересными. Вот. Это была вторая книжка из трех. Вот. Она просто единственная, которая в бумажном виде осталась. Все остальные книжки в электронной версии только уже есть. Вот это единственная бумажная. Поэтому она и будет в качестве при за тому, кто ответит на вопрос, который ты сейчас задашь. Я подготовил вопрос. И тоже из твоей творческой биографии. Вопрос у меня следующий. В 2003 году Вячеслав стал дипломантом одного очень известного международного фестиваля. Друзья мои, назовите, пожалуйста, что это был за фестиваль. Небольшое уточнение. Ваши варианты ответов мы принимаем только по номеру телефону. Звоните, давайте будем общаться. Нам важны ваши эмоции. Ну, а вайбер оставьте просто для текстовых сообщений. Нам тоже интересны ваши мысли этим вечером. Возможно, кто-то тоже мечтает взять в руки гитару, но не знает, с чего начать. В общем, сегодня тот самый случай, тот самый момент, когда и Вячеслав, и его ученики Тимофей и Ольга расскажут буквально пошаговую инструкцию, с чего же можно это все начать. Тимофей, расскажи немного о музыкальной композиции, пока наши зрители звонят. Что ты нам сейчас исполнишь? Ну, на самом деле, поистине прекрасная песня, которую, я думаю, все слышали. И я помню, что впервые она до меня донеслась, когда я был совсем маленький. Ну, мне было, что ли, лет 10. Я был у бабушки, мы смотрели старый фильм. И я думаю, что после исполнения, ну, все поймут, что это и чье это. С какого кинофильма? Да. Вы тоже угадаете. Мы можем вставить это в вопрос, если вы хотите. Я могу там это... Я с огромным удовольствием... Подарите мою книжку, да? Подарите книжку, да. Тебе эти эфирные просторы в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в программе «Добрый вечер, Гомель». Просим. Призрачно все В этом мире бушующем Есть только миг За него идешь жить Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг Пусть этот мир Пусть этот мир Вдаль летит Сквозь столетия Но не всегда Но не всегда По дороге мне с ним Чем дорожу Чем рискую на свете я Мигом одним Только мигом одним Счастье дано Повстречать до беду еще Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Друзья, сегодняшний добрый вечер На телеканале Беларусь 4 У нас наполнен Душевной музыкой Романтическими чувствами Очень много хороших мелодий Гитары И прекрасные гости Сегодня у меня Вячеслав Корса Со своими учениками Ольгой Тимофей Работаем мы в прямом эфире А это значит, что Наш вайбер готов принимать Ваши сообщения Ну а ваши телефонные звоночки Мы ждем в эту студию Тем более, что Есть у нас для вас вопрос Который я до рекламы задал Ну и конечно же В качестве подарка Книга автора Нашего сегодняшнего гостя Вячеслава Корса А вопрос звучит следующим Вопрос на следующий В 2003 году Вячеслав стал дипломатом Одного очень известного Международного фестиваля Назовите, что это был за фестиваль Поверьте, книга Которая достанется победителю В качестве подарка Поможет писать песни Сначала нужно будет научиться играть А песня поможет делать Да, делать их красивыми Слушай, а Ведь музыкальная твоя карьера Началась совершенно не с классической сцены Вот мы уже выяснили Что был в твоей жизни Маленький аккордеончик Баянчик Баянчик Было в твоей жизни пианино Был гобой Был гобой Рассказывай Куда барабаны делись А, барабаны-то позже Это был Я так понимаю Я один из немногих Кто знает эту историю И так вот решил ее Нет, не знаю, не знаю 87-й год Это был 87-й год Как сейчас помню Лето Мы жили в частном секторе На перекрестке Октябрьского проезда Улицы Чкалова Кто знает Возле кинотеатра Октября В этих местах Там частный сектор Такой Зеленый такой район И у соседа Через дорогу Что-то все время Что-то грукало там Громко Что-то пугнело там У него на чердаке Я говорю А что у вас такое И тебя завлекали Я говорю А что там такое Он говорит Да у нас тут группа У нас ансамбль Я говорю Да, надо же Вот А вам клавишник нужен? Он говорит Нет, нам клавишник не нужен У нас клавиши нет Вот барабанщик нам нужен Приходи Ну я пришел к ним Они О, ну-ка Чувство ритма есть? Я говорю Есть Слух есть? Есть Ну-ка сядь Показали мне на барабанах Там Цик-цик-цик-цик-цик-цик Садись Я так Цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик Ну Давай А цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик Что-нибудь там Посложнее Ту-ту-ту-ту-ту-ту Можешь Ту-ду-ду-ду-ду Ну пожалуйста Все Я стал барабанщиком А Ну Послушай Ну как? А потом Самое интересное было Ведь гитара пришла позже Самое интересное Что Потом Зима наступила Осень вернее И у меня в гараже было место А на чердаке у ребят было холодно Я говорю Давайте ко мне в гараж переберемся И брались ко мне в гараж И ребята на ночь уходили Домой А музыкальные инструменты все С усилителями Электрогитары Бас-гитару Соло-гитару Электрогитару Оставляли У меня в гараже Они уходили Я шел домой Потом вечером Брал ключики Шел в гараж Открывал И начинал Шкрябать на гитаре Хотя первые аккорды Мне показал опять же Вот мой друг Который Миша Германов А все-таки Гитара Которая тебя уже Все знают Ну как бы Вячеслав Корсай Гитара Это вещи Ну как бы То что ты Никогда по-моему Не выпускаешь из рук Везде появляешься с гитарой Когда же гитара появилась? Ну гитара появилась В 88 году Вот зима Сразу после барабанов Да То есть я вот Я же гитара У меня в гараже Гитары Ребят стояли Я же приходил к ним Прикладывался немножечко Вот Все И в 88 году Мне уже подарили Родители гитару Купили Вот Ленинградскую Такую пластиковую За 55 рублей Как сейчас помню По тем временам Была очень крутая гитара Считалась К нам кто-то присоединился Давай послушаем Алло Здравствуйте 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 Давайте с вами знакомиться Как вас зовут? Меня зовут Анастасия Очень приятно Анастасия Откуда вы к нам? Из Гомеля Так Великолепно А вы Анастасия на гитаре играете? Ну Сейчас Учусь Немножко пытаюсь Да Мне очень нравится А за что вы любите гитару? Расскажите Ну Не знаю Как-то вот Мелодичность такая У этого инструмента Особенная для меня Тяжело даже объяснить словами Но Очень нравится этот инструмент Замечательно Ну Я так понимаю Что Вы звоните Нам для того Чтобы Попытаться Выиграть Сегодняшний приз Книгу Вячеслава Корцы Да? Да Верно Вопрос В 2003 году Вячеслав стал дипломантом Одного Очень известного Международного фестиваля Назовите Что же это был за фестиваль? Фестиваль Если я не ошибаюсь Грушинский Так ли это Вячеслав? Да Это Грушинский Анастасия Совершенно верно Мы поздравляем вас Может у вас есть какие-то вопросы К нашим сегодняшним гостям? Спасибо Нет Спасибо большое Очень рада Книжка ваша С автографом Автор пообещал вам книжку с автографом Поэтому не кладите трубку Оставьте ваши координаты Нашему редактору на телефоне И буквально уже завтра мы с вами свяжемся И расскажем где и как вы ее заберете Спасибо вам большое за ваш звоночек Остальным же напомню Что мы открыты для вас в прямом эфире А также мы открыты Вернее наш вайбер открыт для того Чтобы получать ваше сообщение Слава Вот раз уж говорим мы не только о каких-то концертах Но раз уж перешли на какие-то личностные темы Даже барабаны в твоей жизни были Скажи, а гитара в знакомствах с девушками помогала часто? В знакомствах как-то не особо Но в выстраивании отношений что ли Весьма Да Весьма помогала Были многие ситуации Когда мы общались Знакомились вроде как даже И мимо гитары Но гитара как-то помогала завоевать Сердце Было Может об этом тоже стоит написать какую-то книгу? А книгу? Песен-то об этом много было Как закатить с помощью гитары Ну да, по-моему Так по-моему там все О чем писать? Эта книга была бы с одной страницы Там все очень просто Учись хорошо играть Делай все от души Делай все честно Научиться хорошо играть Книгу у тебя достаточно много Ну смотри, кроме книг Ты музыкант Композитор Аранжировщик Ведешь свою музыкальную школу И отмечу международное Готовишь видеокурсы Вебинары Вот подробнее об этом направлении Скажи Дело в том, что Попав в тусовку к бардам Будучи музыкантом Мне было всегда очень Ну как сказать Не то что неуютно Я чувствовал себя немножко чужим Потому что все-таки Бардовская тусовка Это не музыкальная тусовка Это литературная тусовка Большей частью Но люди там играют на гитаре И играют По большей части Очень плохо Нет, есть виртуозы Есть виртуозные гитаристы Из известных авторов Там Алексей Ивашенко Например Или Там Там Александр Дольский Ну замечательных Много музыкантов Крутых действительно Вот Но в основном Два-три аккорда Я так подумал Что надо научить Бардов на гитаре играть Раз я с ними Раз я немножко знаю Авторскую песню Так появилась первая книжка А потом За книжкой появились уже Приглашения на фестивали На различные Мастер-классы на фестивалях А когда появился Уже Не появился А интернет стал уже Таким Доступным В смысле Скоростным Когда можно было Уже позволять Всякие онлайн дела То есть Появилась уже Онлайн школа То есть Появились ученики С которыми Я занимаюсь по скайпу Мало того У нас даже Больше Если заболел сильно Я могу и с нашими С моими учениками По скайпу позаниматься Потому что На самом деле Это очень удобно Вот Никуда ходить не надо Не надо никуда там Ехать Включил компьютер Чок Пять-то работник сидит С гитарой Ты сидишь с гитарой Все И мы занимаемся И Вот у меня девочка Есть одна знакомая Ну ученица Ученица моя Да Она в Гомеле Занималась у меня Потом уехала в Москву В командировку В длительную И занятия решила Не прерывать Мы с ней уже Не первый год Занимаемся по скайпу И Мы не видим разницы Вот она приезжает На несколько дней В отпуск в Гомеле Мы встречаемся Нет никакой разницы Почно заниматься Или по скайпу Абсолютно никакой разницы К этому привыкаешь И все И это дало возможность Мне работать Именно профильно С теми людьми Которые Именно хотят Учить аккомпанемент Профессиональный Именно в бардовской Тусовке То есть и проект мой Там и в инстаграме Этот проект есть И в фейсбуке В контакте И в одноклассниках Называется Гитара в авторской песне То есть я веду Этот проект образовательный Сайт онлайн школы Игры на гитаре Да Вот все это Позволяет Мне находить Именно тех людей Которые вот по моему профилю То есть в Гомеле С этим сложнее Потому что все хотят В основном играть Ну играть там Какие-то свои песни Которые им нравятся А тут именно Моя публика У меня замечательные Ученики есть В Канаде В Штатах В Москве В Киеве В Минске В Новокузнецке Во многих городах Вот смотри Сколько лет Столетия существует Гитара Ну вот Почему-то Один из немногих Инструментов Который до сих пор Не потерял свою Актуальность И до сих пор Ассоциируется С чем-то Романтическим И очень крутым Как ты объяснишь Наверное То, что гитара Тот инструмент Акомпанемент На котором То есть Инструмент удобно петь Это инструмент Как аккомпанирующий Очень удобно И для того Чтобы аккомпанировать На гитаре Требования Очень невысокие Не обязательно Знать ноты Скажем так То есть Есть очень много Людей Которые играют Прекрасно Но не знают Совершенно ноты Потому что Все там Другая немножко Другой подход Другая технология Кого больше сегодня Парней или девушек Из желающих Научиться играть На гитаре Одинаково Одинаково Ну вот Оля Вот Вопрос к вам А почему именно гитара Почему не фортепиано Не Все-таки Больше девочки Идут Играя Научиться играть На пианино На фортепиано Не знаю Девушка с гитарой Получились у нас Ну у меня У меня выпускной И мы будем Всем нашим классом Играть на гитарах И петь вместе Поэтому Все услышат Какие он классные Я бы хотел Чтобы Все мы На телеканале Беларусь 4 Услышали прямо сейчас Какая вы у нас классная Что споете Рассказывайте Я спою Песню Андрея Козловского Лифт на родину Мао Просим Я поднимаюсь в лифте на родину На самую высокую под звездами крышу Я поднимаюсь в лифте на родину Мао На самую высокую под звездами крышу Скрипят тросами Барабаня по стенам Меня тянет к свету Как ведро из колодца И я не сомневаюсь Что когда-нибудь всем нам Придется выходить там Где живым не живется И я не сомневаюсь Что когда-нибудь всем нам Придется выходить там Где живым не живется И чтобы там такое в дверь Ко мне не ломало Огонь, вода Или пафосные трубы из меди Тому, кто едет в лифте на родину Мао, ему же достаточно Того, что он едет Тому, кто едет в лифте на родину Мао, ему же достаточно Того, что он едет Любой из нас сумеет так войти Чтоб не выйти И раз уж все равно Живем, живем, а не выжить На разных скоростях Мы поднимаемся в лифте На самую высокую Под звездами крышу Но времени, времени, времени мало И что-то не умнеется От медленных книжек Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую Под звездами крышу Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую Под звездами крышу Браво Вот скажите, а не отвлекает ли музыка Обучение игре на гитаре Ну и просто увлеченность этим инструментом Скажем так, от учебного процесса Нет, абсолютно не отвлекает Потому что у меня очень понимающий педагог Вот, к примеру, когда у меня там завал с учебой Или у меня какие-то контрольные И я понимаю, что у меня просто Надо готовиться к урокам И нет времени То мы переносим И у нас очень гибкий график И Вячеслав Евгеньевич понимает, что Хорошо, ну а Позволять перезагрузку сделать Да, да Я когда прихожу Да, когда я прихожу к Вячеславу Евгеньевичу Я, к примеру, очень устала Но когда мы начинаем играть там, петь И у меня сразу все этот груз опускается И я вот только концентрируюсь именно на гитаре И мне хорошо И мозг расслабляется И душа отдыхает Вот я знаю, есть различные варианты и виды гитар И есть маленькие гитарки Называются укулели По-моему, девушки с ними смотрятся более гармоничнее Чем вот с большой классической гитарой Ну, на самом деле, где-то месяц назад Я тоже очень хотела укулели И просила родителей мне купить Но все-таки моя душа больше лежит в гитаре Потому что, к примеру, я никогда не перегорю Именно с этим делом С тем, что мне нравится именно на ней играть А на укулеле у меня как бы месяц я хотела А потом я перегорела А если перегорела, то значит, не так это мне и было нужно Ну, значит, нужно попросить, чтобы на день рождения подарили У меня дочке 4 года она требует укулели Папа, хочу укулели Она увидела в магазине В одном у нас музыкальном магазине в Гомере Увидела укулели 4 года ребенок Она папа, хочу, все У нас мечта Как быть и что делать? Ну, у нас день рождения 22 июня Вариант Ольга, скажи, а как парни относятся к девушкам с гитарой? Ну, обычно, знаешь, если парень выходит Сейчас об этом тоже поговорим Если парень берет в руки гитару Ну, он у всех девчонок звезда Ну да Вот в вашем случае, когда девушка берет в руки гитару Ну, это тоже всегда плюс Потому что, особенно, если девушка умеет под гитару красиво петь То это огромный еще плюс И это также работает и на парней То, что они видят, что ты талантливая И иногда даже играет не красота, а твой талант И вот, к примеру, если парень или девушка не очень красиво, они симпатичны, но не прям красавцы Но когда ты слышишь, когда они поют или играют, ты просто отключаешься от этого образа И просто слушаешь и наслаждаешься И тебе уже не важно, как он выглядит И ты просто наслаждаешься тем, что он делает и как он играет Поэтому это как и на девушек, так и на парней Огромнейший плюс И всегда это работает Тимофей, о чем чаще всего просят девчонки сыграть и спеть? Ну, знаете, я стараюсь, чтобы... Все-таки я благодаря гитаре с одной девчонкой очень хорошей познакомился И, ну, вот я стараюсь только ей играть То есть, а так на уговоры друзей, ну, Тима, ну давай, пошли во двор, поиграем на гитаре А так получается, что в компании есть гитара И не всегда получается, что именно в компании я нахожусь Я все-таки люблю только среди очень близких друзей играть И только так, конечно, проходим Стараешься их приучать к хорошей гитарной музыке? Или все-таки... Ну, вы знаете, с теми, с кем я общаюсь, с кем я дружу По просьбам зрителей По просьбам зрителей я немного чего умею, немного чего люблю Потому что вот тому, что учил Вячеслав Евгеньевич, все-таки еще людей нужно научить Показать, чтобы они в это влюбились К хорошему приучать Я им еще иногда вваливаю за проявление плохого вкуса А что такое в гитаре плохой вкуса? Ты знаешь, вот меня в свое время цыганок так отвазил от некоторых музыкальных направлений Что до сих пор я потом... Ну, отвазил каким образом? Не потому что сказал, что просто это плохо Да? А потому что он показал, что вот это есть Посмотри, вот то, что ты, твои вкусы, да, вот на них здесь Посмотри на уровень И посмотри вот здесь И когда сравниваешь, понимаешь, что вот это круто А тут как-то совсем уж, совсем уж никак И так вот, я, конечно, на них так вот не давлю Хотя иногда бывает, да? Вот Но стараюсь, стараюсь тоже как-то вот показывать Ну, а что в этом вот там... Я не буду в эфире говорить, там, переходить на личности, да? Но есть там какие-то примеры, которые просто, как я даже близко Окей, эфирные просторы Я бы хотел немножко посвятить другому Мы совершенно за этот вечер не затронули еще одну важную составляющую твоего творчества Я бы хотел поговорить о Вячеславе Корсе, композиторе и аранжировщике Ну, тут все, конечно, произошло благодаря тому, что я поступил в Соколовского Когда я поступил в Соколовского в 91-м году, я вдруг понял, что я, в общем-то, даже не гитарист И не хочу быть гитаристом Меня заинтересовала музыка более сложная, более фактурная Мы пробовали, значит, играть... Я пробовал писать музыку для оркестров И мало кто может похвастаться, но в 96-м году, когда я выпускался из Соколовского Вот на выпускном экзамене по оркестровому дирижированию Я дирижировал авторское произведение, расписанное для духового оркестра Вот, свое собственное произведение Вот, и плюс к тому, где-то вот на этот же период, в 96-й год Относится написание гимна фестиваля Арт-сессия То есть гимн для Арт-сессии – это тоже твое творение? Да, и этот гимн исполнял оркестр фанфары Беларуси, оркестр Академии музыки И дирижировал этим оркестром профессор, заслуженный артист Беларуси Аркадий Берин Который представляет Беларусь во Всемирной Ассоциации Оркестров По-моему, это крайне ответственно, написать музыку для оркестра Да, и вот этот гимн, да, вот этот гимн Я помню этот трепец, который у меня зашел на репетицию оркестра И мне спрашивают, а вы чего, молодой человек? Я говорю, я автор А, вы автор? Ну давайте, значит, и вот ее исполняли Я как автор корректировал по темпу Но все равно инструментальную музыку писать не стал Мне это стало Ну у меня есть одна вещь такая Я писал ее полтора года, симфоническая картина Краски стихии называется Я ее в компьютерном варианте записал Но потом показалось, что она все-таки недоработанная И больше сконцентрировался на аранжировках А поскольку я с бардами тусовался И мне как бы интересно Это как бы среда Очень многие люди оттуда, из той тусовки Захотели свои песни простые Подгитарные Сделать с различными инструментальными составами Вот И таким образом Огромное количество у меня уже Вот в этом смысле работ Я уже не знаю сколько Я уже сбился со счету Сколько альбомов записано разных Вот сейчас, например, работаю с Автором, который живет в городе Улан-Удэ Он присылает мне песни, спетые под гитару Я ему записываю уже, две гитары их делаю Вот Отправляю ему работать А ведь твоя музыка не только Твою музыку не только исполняют оркестры Но твоя музыка звучит и в кино А, ну это была тогда история В сериале студии Квартал 95 Вот сериал Родственнички В седьмой серии, да Там же звучит моя аранжировка Гитара моя В конце серии Так что если хотите послушать Сериал Родственнички Студии Квартал 95 Вот Ну это так Это так Ну может быть еще Может быть еще и Со студии 95 Квартал 95 Там много завязок интересных Ну вот я знаю, что на данный момент Ты сотрудничаешь и со многими композиторами В частности С Александром Удовенко Который пишет музыку к сериалу Сваты Расскажи, что это за история О, это интересная история Я дело в том, что очень хотел Я влюбился в Сватов Я влюбился в этот сериал Несмотря на то, что я был В общем-то таким приверженцем Такого глубокого философского кино Я очень любил фильмы Марка Захарова И Андрея Тарковского Для меня эти фильмы Глубокие, философские Были всегда интересные И вдруг Сваты, казалось бы Такой попсовый Сериал комедийный Но он настолько душевный Настолько простой О простых людях О простой семье О простой любви Мне показалось, что если все семьи Будут такими, как в этом сериале Эти семьи То мир будет совершенно другим И мне очень тронули песенки Из этого сериала Я захотел что-то подобное написать У меня даже была песенка Которая очень похожа на это Вот я решил предложить Свои песенки Через нашего знаменитого КВНщика Гомельского Сейчас в Жилобине живет Автор сценария Сватов Андрей Андреевич Ильков Решил предложить А вот может мои песни Тоже сгодятся куда-нибудь А он мне говорит А у нас вот композитор Саша Удовенко Очень нуждается в текстовике У него музыки много А текстов мало Может попробую С ним поработать И мы с Сашей Удовенко Познакомились виртуально Вот И написали несколько песен Потом Презентовали эту программу В Гомеле Уже была программа Лето навсегда Мы с Александром Александром Удовенко Приезжал в Гомеле Мы пели мои песни Его песни И сватов И совместные песни И песни из сериалов В общем вот такой был проект И мы с Сашей до сих пор дружим Общаемся Я аранжирую его Инструментальную музыку И оркестровую музыку Вот недавно мы закончили с ним Обработку его песни Для эстрадного оркестра Записали одну вещь С симфоническим оркестром Которую его песня была А я вот там Всю эту оркестровку Ему записал А трудно написать песню? Нет Хотя как сказать Главное Написать мелодию На Главное Стихи Музыкально проинтонировать То есть вот те стихи Их пропеть Без гитары Без аккомпанемента Не любить мелодию на этих стихах Поймать интонации этих стихов В каждом стихотворении Есть какие-то мелодические интонации Поймать их И подобрать правильные аккорды Под эти Все, и песня готова Но это нужно уметь Вот если так вот разобраться Послушать Подумать Так все запросто И легко Но я бы, наверное, никогда в жизни Не написал бы песню Кто знает Для того, чтобы понять Всю степень работы Всю глубину работы аранжировщика Вот я хочу попросить тебя Исполнить одну песню Где, насколько мне известно Ты проявил себя как аранжировщик Это песня Хандра Да, с этой песней тоже история Да, расскажи немного Что это за композицию Есть замечательный Депрессивным названием Замечательный автор В городе Калининграде живет Александр Иванов Он очень тонкий джазмен Он совершенно потрясающий джазмен Он не знает нот Но он пишет потрясающий джаз И если его музыку Когда-нибудь раскусят Аранжировщики Там откроют для себя просто Колоссальный кладез просто Композиции И вот мы с дядей Сашей Решили записать джазовый диск Вернее, нашелся один поклонник джаза И дяди Саши одновременно Тоже по фамилии Иванов Московский бизнесмен И он решил профинансировать этот проект И этот проект реализовывался очень долго Около трех лет Двенадцать песен были Записались три года И когда он был закончен Дядя Саша перегорел Я, говорит, не хочу Я, говорит, уже как-то не мое Хотя он ездил с этими минусовками С моими на концертах выступал Даже была история, что Перебинтовал руку перед концертом Говорит, ой, руку сломал Говорит, на гитаре играть не могу Говорит, спод минус можно спою? Говорит, да, спою под минус Он спел под минус Потом развязывает руку Говорит, а рука-то нормально? Хотелось просто очень под минус спеть Вот И вот Ну мы с ним связались Говорит, Саша, ну как-то вот Что делать? Мы же записали с тобой песни эти Ну жалко же Он говорит, делай с ним что хочешь И вот я решил эти песни Вот Какие смог спел сам И думаю, что мы еще сделаем проект Споем с какими-нибудь музыкантами С какими-нибудь исполнителями Вот, потому что 12 ранжированных готовых песен Для джазового и для симфонического оркестра есть Ну вот это хандра Это такой классический биг-бенд Друзья, в программе Добрый вечер, Гомель На телеканале Беларусь-4 Вячеслав Корса с песней хандра Меня никто не слышит Пою один в пустоте Гитара Сумрак колышет Милая мне не пишет Не пишет Не пишет В своей Простоте Быть может О жизни нашей Милая знает одно Что море Полная чаша И каждый вечер кино Откуда им знать далекой Что в тралле была дыра И утром по чаячек лёгкот На судно вползла хандра Хандра Висит на вантах Вцепилась в перо руля На горло Вяжет с сабантом Ноет Злочайшим дистантом О том, как Прекрасна Родная Земля Тоскует По рыбину брюху Широкий рыбацкий нож И почта ушла-то слухом На север уже не вернёшь Лишь Кэпси чистит Кого-то И сверху кричит Нет рейд Но тоже хандрой измотан Готов завалиться в трейд А рыбу Как ветром сдуло А рыбы Простыл и след На полбе Пляшут акулы Скукою Сводит Скулы Ведь плана Не пай Несчастья В жизни Нет Гитары В своей каюте Старых друзей Соберу И в дыбно-парном уюте Станем лечить хамбру Крепким и сладким чаем Трубкой С табаком И до утра Нескончаем Северным Говорком А утром Старпом Оглотка Всем протрубит Обрал И траловая Лебёдка Вытащит Полный трал Навстречу ему Со всхлипом В треске стальных вожей Хандраса скользнет послепу И не всплывет уже Совсем немного времени остается до завершения этого прекрасного, замечательного, романтического, душевного, гитарного вечера. Замечательное гостье у меня сегодня. Слава, тут уже переполнен сообщениями наш вайбер. В студии снова замечательный музыкант Вячеслав Корса. Ну, загляденье. Постоянная зрительница. Спасибо. Где Вячеслав преподает? Я не знал, что к нему можно пойти учиться играть на гитаре, спрашивает наш зритель Максим. Ну, я думаю, что Максим же в вайбере оставил контакты какие-то. Мы по его контактам в вайбере вычислим. Созвонимся, поговорим. Ну, я думаю, что не только Максима заинтересовал этот вопрос. Ну, я сам по себе преподаю, поэтому ищите меня в социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Ищите, договоримся, расскажу все про все варианты. Горжусь тем, что в детстве сама держала гитару. Жаль, времени нет, чтобы вспомнить аккорды Света. Вот я не понял, это или жалоба на то, что времени не хватает постоянно, или... Не знаю. Вот. Может быть, надо все-таки взяться, собраться. Знаете, аппетит приходит с едой. Слава, мы еще не поговорили с тобой про конкурсы и фестивали. Мне не столько интересно, что ты там завоевал. Мне интересно, что ты, скажем так, в конкурсно-фестивальном движении нового, скажем так, привнес. Ну вот 9 июня состоится один фестиваль, но ты же еще собираешься организовать фестиваль-рыбалку. Расскажи об этом. Что это за... Вот в ноябре месяце... Такой необычный проект. Если честно слышу о нем впервые. Сейчас даже скажу. 23 ноября... Даже про такой формат. 23 ноября мы в этой студии. Был уникальный человек. Одессит, венечанин Виктор Байрак. Да, в этой студии был. 23 ноября прошлого года. Вот. Наш оператор Одессит знает. И Виктор... Мы с Виктором как-то ездили на фестиваль в Славутищ, в Украину. Ездили с гитарами, потом стали брать с собой удочки, а потом перестали брать гитары. Брали только удочки. И нам организаторы сказали, ребята, вы чего это? Не обнаглели ли вы? Как-то вы только с удочками. Мы вам, понимаешь, оплачиваем дорогу, кормим вас тут. А вы вместо того, чтобы петь песни, сваливаете сразу на речку и ловите рыбу. Я говорю, Байрак, это неправильно. Нужно сделать фестиваль, на котором официально можно было и рыбу ловить, и песни петь. Приятная исполиция. Да, и так появилась идея бард-рыбалки. Я эту идею подкинул могилевчанам, могилевскому бард-клубу «Новый город» и Сереже Кулягину, который там организатор такой и председатель общественного совета по агроэкотуризму при Могилевском облсполкоме. И идея эта сразу нашла отклик. И в 2010 году прошла первая бард-рыбалка. Вот и в этом году будет 10-я. Ух ты, юбилейная. Юбилейная 10-я бард-рыбалка. Фестиваль международный, на который в прошлом году было около 5000 участников. 12 стран представлено. Туда приезжают такие великолепные, интересные люди, как, например, Борис Бурда. Ух ты. Который проводит там кулинарный конкурс. Туда приезжал в прошлом году Алексей Ващенко. Это замечательный актер озвучки, который во всех фильмах озвучивает, например, Хью Гранта. Везде, где Хью Грант, везде его озвучивает Алексей Ващенко. Много замечательных авторов туда приезжают. И в этом году будет вообще звезда юмористической авторской песни Тимур Шауф. В общем, там будет это нечто такое. Но я уже давно там занимаюсь исключительно конкурсом. В общем, рекомендовано к посещению. Вот, конечно. Когда планируете провести? Это последние выходные июля. 26, 27, 28, по-моему, получается по числам. Я еду туда с музыкантами со своим составом. Поскольку фестиваль юбилейный, я как автор идей фестиваля буду делать свой концерт с музыкантами. Мне остается сказать вам огромное спасибо за то, что этот вечер на телеканале «Беларусь-4» вы наполнили какой-то особой атмосферой. И атмосферой гитары, атмосферой вот этой гитарной музыки, лирикой, которая исполняется под гитару. Спасибо, что наконец-то мы познакомились с твоими учениками. Я думаю, что эта встреча наша далеко не последняя на «Беларусь-4» Гомель в проекте «Добрый вечер». Так что приходите, делитесь своими новостями, дарите свое творчество. Спасибо вам огромное и удачи во всех начинаниях. Всем же остальным хочу сказать огромное спасибо за то, что этот вечер провели вместе с нами. Друзья, давайте общаться, подписывайтесь на нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте. И подписывайтесь на наш инстаграм «Беларусь-4» Гомель. Ну а этот вечер, ну, наверное, нужно закончить на красивой музыкальной ноте. Что исполним? Эта песня, вот та самая из проекта, который мы написали с Сашей Удовенко, автором саундтрека «Ксватам». Музыка его, стихи мои. Песня называется «Поговори со мной». Маэстро, просим. Поехали. Поговори со мной немного, но что тебе стоит? Пусть меня ждет дорога скоро. И в далях дальних я позабуду все, что было. И успокоить смогут меня чужие лица. Но что так ранит, что меня держит в этих стенах, когда светает? Как меня греют эти руки? Когда замерзший, я возвращаюсь в дом уютный, где пахнет крепким чаем. И не понимаю, почему. Я уезжаю на край света, там, где лето. Только зачем оно мне без тебя? Далекий город, словно мелом, снегом белым, я рисую в мечтах. Ты остаешься и не знаешь, что растаешь, как только первый луч коснется крыш. Знаешь, ты всегда открыты двери, все позади потери, ты еще не веришь, но уже летишь. Поговори со мной немного, еще остается пара часов, чтобы подумать, как друг без друга будем учиться жить, как раньше. И пусть смеется ангел-хранитель грустный самый, но как из круга вырвать себя и знать, что завтра снега растает. Вспомнить, что есть любовь такая, какой не будет. И я не поверю в то, что люди друг друга так теряют. Может быть, ты знаешь, почему. И я уезжаю на край света, там, где лето. Только зачем оно мне без тебя? Далекий город, словно мелом, снегом белым, я рисую в мечтах. Ты остаешься и не знаешь, что растаешь, как только первый луч коснется крыш. Знаешь, ты всегда открыты двери, все позади потери, ты еще не веришь, но уже летишь. Поговори со мной немного, что тебе стоит. Пусть меня ждет дорога скоро, и в далях дальних я позабуду все, что было. И, может быть, успокоюсь, сам еще не знаю, почему. Субтитры сделал DimaTorzok